Карагандинцы требуют свободного доступа к лекарствам. Под петицией с просьбой отменить правила, согласно которым препараты отпускают только по рецепту врача, подписалось уже почти тысяча человек. Запрет на свободную продажу некоторых медикаментов вступил в силу 1 января, но ужесточили контроль лишь в апреле и только в Караганды. Это спровоцировало нескончаемые очереди в поликлиниках и недовольство пациентов. Карагандинка Арай Еркибаева – одна из многих, кто с радостью подписал петицию. Она аллергик и крайне недовольна тем, что теперь не может свободно купить в аптеке лекарства. А впереди лето. Страшнее всего отек квинки, который может привести и к летальному исходу. Каждые 10 дней я меняю лекарства. Сами врачи сказали так делать, чтобы не было привыкания. Я же каждые 10 дней не могу бегать в поликлинику. Я работаю, у меня маленький ребенок. Там очереди, а у меня нет времени. Автор петиции не идет на контакт с прессой. В обращении просит пожалеть стариков и детей. Вы хотели предотвратить бесконтрольное употребление лекарственных препаратов? Что получилось на практике? В поликлиниках огромные очереди. Люди с болями, с давлением и с температурой сидят в очередях. Врачи в спешке не могут обследовать человека, как положено. Лекарства выписываются. Так чем этот прием не бесконтролен? С автором петиции согласен и известный карагандинский общественник Дмитрий Бойко. Несколько дней назад тема рецептов поднималась на заседании местного дискуссионного клуба. Там и так очереди в поликлиниках сумасшедшие. Загнали всем все. Все там. И гинекология, и детские болезни, и взрослые болезни. Там большой муравейник. Чтобы к специалисту записаться, надо порой ждать месяц. Между тем, в областном управлении здравоохранения по-прежнему проблемы не видят. По словам чиновников, очереди в поликлиниках за последние полмесяца не выросли. Наоборот, они рады тому, что за рецептами в поликлинике пришли те карагандинцы, которые много лет избегали врачей. Мы проводим работу по выписке в электронную. Это сокращает время врача. А потом для диспансерных больных. Все-таки основная группа – это диспансерные больные с хроническими заболеваниями, которые нуждаются постоянно в применении препаратов. Для них мы упрощаем систему того, что если они получили один раз консультацию, они имеют право, то есть потом, когда уже закончились препараты, заказать этот рецепт. Кроме того, при выписке из больниц пациенты получают на руки все рецепты для покупки необходимых лекарств. Кстати, больше всего возмущаются именно карагандинцы. Местный департамент по контролю за фармацевтической деятельностью активизировал проверки по исполнению приказа Минздрава об ограничении безрецептурного отпуска лекарств. А в остальных городах Казахстана медикаменты продаются свободно. Здесь идет по рецепту условия отпуска. Тимур Айтмухамбетов, Людмила Батюшкина, Ирина Нинашева, Информбюро, Караганды.